Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор инкот компании Тикмил и сам я, Артур Эдзиатурин. Признаки смягчения позиции Белого дома в переговорах с Китаем перед встречей лидеров двух стран на саммите G20, такими признаками явились телефонные переговоры Трампа, ИСИ, инициированные Трампом, сообщения о расширенном заседании, расширенные встречи. Эти признаки, ко всем еще неожиданности, оказались не пустыми спекуляциями, а предтечей к продлению премьерия. Итоги встречи Трампа и ИСИ задали новый вектор кооперации между иностранными, так как Трамп принял некоторые требования китайской стороны, такие как пауза в тарифной эскалации и ослабление давления на Хуауэй. Рынки приветствовали такое решение, увеличив спрос на рисковые активы. Доллар укрепился, например, это видны из динамики евро-доллара сегодня, который движется к отметке 1.13. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла, а фьючерсы на ИСИ 500 открылись с положительным гэпом на отметке 2975 пунктов, приблизясь к новому историческому рекорду в 3000 пунктов. И если тарифное перемирие было в пределах диапазона ожидаемых сценарий, то снятие некоторых ограничений на Хуауэй послужило точком для Китая вернуться за стол переговоров, который рассматривал препятствия бизнесу телекоммуникационного гиганта в США как принуждение к сотрудничеству под дулом пистолета. Китайская сторона в обмен на ослабление санкций Хуауэй согласилась увеличить закупки сельхозпродукции в неназумом объеме. Ее производители в США терпят огромные убытки, попав под жернова тарифной войны. Вероятность сокращения статки на 50 базовых пунктов в июле продолжает снижаться. Она уже сейчас составляет 24%, хотя еще в пятницу она составляла 30%. Однако рынок остается уверенным, что в ФРС понятие ставку в июле, по крайней мере на 25 базовых пунктов, видно, что рынок совершенно исключает вероятность исход того, что ставка останется на нейтральном уровне и невероятное сокращение на 25 базовых пунктов составляет сейчас 76%. Наибольшее облегчение испытали азиатские фондовые рынки. В понедельник японский индекс Nikkei подскочил на 2,1%, а китайский индекс голубых фишек CCI300 на 2,6%, так как пауза в обмене почты позволит фирмам расширить горизонт производственного планирования, что должно прибавить уверенности у китайских фирм в решениях по увеличению найма и увеличению капитальных инвестиций. Это два ключевых компонента, которые являются признаком экспансии. Официальный индекс производственной активности в Китае за июнь упал до 49,4 пунктов. Это зона сокращение, он уже находится в ней 3 месяца, это показали данные в понедельник. Индекс активности фабрик Китая рассчитан частным агентством KXIN, снизився до 49,4 пунктов, так же как и официальный показатель. Это стало худшей значение с января этого года. Производственный индекс активности включает в себя несколько субиндексов, такие как выпуск, новые заказы, входные и выходные цены, время доставки сырья поставщиками, товарные запасы, занятость и другие. Несмотря на снижение компонента новых заказов, это лидирующий субкомпонент в производственном индексе, он на снижении с 49,8 пунктов до 49,6 пунктов. Найм также продолжил снижаться, субкомпонент найма в июне напал с 47, до 46,9 пунктов. Позитивным моментом отчета стал отскок в активности малых предприятий, вот здесь это красная линия, красная кривая. Отскок этот стал положительным, 47,8 пунктов до 48,3 пунктов. А я напомню, что малые предприятия в Китае пострадали от тарифной войны больше других, так как комбинация общего замедления роста из-за тарифной войны и борьба властей с теневым банкингом привела к ужесточению доступа к кредитным средствам. Для них банки, естественно, дают предпочтение крупным предприятиям в распределении кредитных ресурсов, стремясь поддерживать здоровые активы на балансе в условиях растущей вероятности дефолта корпоративных заемщиков, естественно, рост этой вероятности наблюдается преимущественно снизу, то есть среди малых предприятий. Этим банки эффективно блокируют канал льготной ликвидности центрального банка, то есть утилиться по снабжению дешевыми кредитными средствами именно малых предприятий. Таким образом, коммерческие банки, кажется, между молотом и наковальней, с одной стороны, они должны ужесточать кредитные условия в ситуации замедления экономики, но, с другой стороны, они должны наращивать, допускать наращивание плохих активов на балансе кредитуя малых фирм, и, соответственно, для их деятельности это представляет угрозу, и они выбирают наиболее консервативный стиль кредитных решений. Неизвестно, будут ли китайские власти выдержать паузу перед новыми мерами стимулирования, этому поговорит, естественно, исход встречи в Осаке, но с ухудшением показателей производственного сектора, с этим нисходящим трендом, который сейчас наблюдается, вероятность расширения мер поддержки растет, что должно поддерживать расположенность к риску не только на фондовом рынке Китая, как мы видим из-за сегодняшней динамики, но и за рубежом в виде снижения спроса на тихие гавани. Европейская статистика усилила давление на евро, индексы активности в производстве в Италии, Франции и Германии продолжили падать, в Италии и Германии находятся в отрицательной зоне, то есть зоне сокращения. Безработица в Германии снизилась на тысячу человек, уровень безработицы в еврозоне снизился. Сильнее ожиданий состоялось 7,5%. Пара евро-доллар на движется к отметке 1,13 сегодня, потеряв почти половину процента против других основных валют, доллар также продолжает укрепление. На сегодня на все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в среду.